Девушки отдыхают Телефон, Чарли Да Твою мать, парни, вы целы? Что случилось? Вертолет сбили, мы целы Похоже, взорвали оружейный склад Ты где? Прячусь с ноутом под грузовиком Слушайте, парни, все частоты блокированы Где-то есть глушилка Сигнал к северо-западу от вас Сиди тихо, мы найдем ее Пошли Спорим, у этих скотов одна из наших глушилок Почему ты так думаешь? Я бы так сделал Будь начекус Так и так, господа Всем доброго времени суток Вы находитесь на канале Deadline.room С вами Георгий И мы начинаем наш летсплей По игре Splinter Cell Blacklist Или Splinter Cell Черный список Соответственно, на данный момент Эта игра последняя в серии Splinter Cell Вообще, в принципе, которая существует И она мне нравится пока что Больше остальных, я так думаю Мне больше всего во всей этой серии Нравились игры Chaos Theory И эта третья часть, которая была И, собственно говоря, вот Blacklist Игрушка вышла уже очень давно Ну, достаточно давно Уже несколько лет назад Тем не менее, несмотря на, опять же, существование Огромного количества летсплеев И прохождения по этой игре Я хочу попробовать записать свой вариант А летсплея, тем более, что я в нее давно уже не играл Хочется перепройти И, кроме всего прочего Хочется перепройти ее Именно в максимальном качестве На который игра способна То есть сейчас я вам все, ребят, продемонстрирую Сложностью у нас с вами будет офицер Это предпоследнее перед ветеранской Значит Из параметров видео Вот вы можете на все посмотреть, друзья Параметры все на ультра настройках Где Red X11 И полное сглаживание Вертикальной синхронизации И, в общем, все-все-все плюшки Которые вообще, в принципе, существуют Они включены на максималочку При этом у нас с вами Часата кадров с качества от 59 до 60 Ну, здесь ограничения, на самом деле, в игре включены То есть больше 60 она не выдает В принципе не выдает Но стабильный 60 кадров Это замечательно Поехали, друзья Любуемся Проходим Ну, естественно, в процессе будут какие-нибудь комментарии Играть, ребят, будем честно То есть будут убивать Ну, значит, будут убивать Ну, что ж теперь Ничего страшного Не развалимся Перепроем Да уж, хорошо Так, ну, хорошо, ребят Кто не знает сюжет Игры Соответственно, вот мы с вами играем за этого товарища Его зовут Сэм Фишер Военный Профессиональный Шпион И, соответственно, сейчас мы с вами оказались где-то в тылу врага На сбитом вертолете Я, правда, не представляю, как наши ребята выжили, собственно Но как-то так Этот рядом товарищ, который с нами бегает Это Вик Это его друг Друг Сэма Так, будем приходим вспоминать, ребят, управление Я, честно говоря, не помню, как здесь что Так, из приемов можно выбрать смертельные и не смертельные На самом деле я буду выбирать смертельные Потому что они более зрелищные Да и вообще ничего с ними Церемониться, чай-бандиты Так, отлично Ну, красота Игра, конечно, вышла достаточно, опять же, давно, ребят Но график Ну, замечательно выглядит Особенно сам Сэм, в общем-то, выглядит отлично Так, значит, выбираем Движение тихое и осторожное Его можно переключать к клавиши Капслук Ну, я, кстати, переназначил на клавишу Z А то Капслук как-то не того Так, вот здесь у меня, кстати, всегда возникали проблемы с прохождением этого места Чтобы просто пройти, чтобы тебя никто ни разу не заметил Ну, посмотрим Как он пойдет сейчас Получится, хорошо, не получится Неважно, будем пытаться, пока не получится Так, тихо Аккуратненько Там их двое, судя по всему Как бы их Как бы их снять обоих бы Еще и чтобы шум не поднять при этом Сразу не наводится на него Так, ладно, ждем, пока лампочка погаснет И быстренько линяем Так, пошел Тихо-тихо-тихо-тихо Так, сиди где сидишь Спокойно Спокойно Все нормально Так, пошел Так, тихо Сворачиваем товарищу шею И очень аккуратно Очень спокойно Стараемся пройти мимо этих друзей Они у нас с вами на мушке При желании снимем Но не хотелось бы Потому что здесь, на самом деле, достаточно много Там еще двое Так, последим за его маршрутом Он вроде не поворачивается Зараза, как-то не напрягает Прямо вот все трое на мушке Так не хочется тратить устранение Если честно Так, отошел И пошли Ползем, 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 ползем Уууу, как это он просто не заметил Кошмар Так, ладно, друзья Смотрим остаток этого вступления Не, на самом деле, максимальная графика, приятная вещь, вообще До сорока пяти кадров просадки Бывают Не двигайся Помолчи, ладно? Чарли, а где выключатель? Видишь линию кнопку? Жми Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит Получилось, Вик Черный список победит Граната Очень шигня Сообщение о нападении на крупную военную базу В США на острове Гуам Таких потерь не было со времен Перл-Харбора Ответственность за себя взяла группировка инженеры Они выложили в сеть ролик с подробностями теракта Чтобы подкрепить свои требования И назвали теракты черным списком Черный список Черный список Америка Это черный список Каждую неделю в новый подар Наши требования просты Наши солдаты в 153 странах Отзовите их Сейчас же Перегорательный беду Удар Никаких переговоров Список не остановить У вас 7 дней до нового удара Выбор за вами Мы инженеры Итак, друзья Сплитерселл Блэквист Докладывайте Паладин-1 и четвертый эшелон готовы, мэм Но мы не можем найти Фишера Его друг тяжело ранен А где Виктор Коста? Там и Сэм Разгром на Гуаме Угроза новых терактов по всей Америке Сильно потрепало Мистер Фишер А у меня их нет Ладно, хочешь жив После взрыва гранаты Держись, Вик Мне нужен один из людей Вика Без вопросов Берите Чарли Колла А с Гриммс Доттер Отправится один из лучших людей ЦРУ Айзек Брикс Гримм? Ни за что Она тоже была резко против Увы, Сэм, так не пойдет Она работает с вами лучше всех Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер Не дурно, правда? Первый раз летишь Нет Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? Пока нет Брикс и наши агенты проверяют кое-какие наводки А список? Американская свобода, американская кровь Это теракты У каждого свой срок До американской жизни еще пять дней Время уходит Мы просчитываем возможные цели их атаки Пока расскажу про самолет Военный транспортник-прототип? Его еще модифицировали Оружейное, лазарет, изолятор Все как на обычной базе на Земле Только летает, как в старые добрые времена Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио Ощущение, как дрель уткнули Борт номер один по сравнению с ним бумажный самолетик, да, Сэм? Хочешь поговорить об улучшениях? Позже, покажи мне все Новости, поиск информации в сети, прогнозирование, анализ фото и видео Еще доступ к зарубежной электронной разведке Распознавание лиц по базам ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР В реальном времени Так вот, чем ты все время хвастал СМА Стратегический многоцелевой интерфейс По сравнению с ранними разработками, он серьезно улучшен Он тебе все объяснит Самое классное Всем можно управлять прямо отсюда Или через обсад, если ты на Земле Впечатляет Ладно, скажи, если что нужно, мне надо кое-что проверить Спасибо Так, ну что же, друзья, вот мы с вами оказываемся на нашей военной базе По факту это самолет Где бы вам тут его показать? Самолет, самолет Нет, здесь он и не нарисован Ну, в общем, это такой здоровенный транспортник, на который мы с вами, собственно, и взлетели Это наша с вами база Давайте я вас с вами со всеми познакомлю Может быть, кто-то не знаком с серией Это Анна Гримс Доттер Наш основной наводчик, что ли Мы с ней очень сильно подцапались в предыдущих сериях Потому что оказалось, что она была замешана в делах Связанных с дочерью Сэма Сарой Так, Чарли это гений инженер, соответственно Ну, а Брикса нам с вами навязали Вот он Так, ну что же, давайте попробуем найти Чарли для начала Черт! Черт! Закончил установку, Чарли Ага, момент Ау! Ау! Эх, да, Сэм, уже все почти готово Осталось только кое-что разогнать и отнести список нужного барахла на рассмотрение Ее Величества Будут трудности, дай знать Окей Как, наворочено, да? Я смогу сам чинить и модифицировать тут почти все А если хватит денег и материалов, то смогу и твой костюм как следует прокачать Похоже, я в надежных руках Именно Так, сейчас что-то нужно? Да Поработаешь над шлемом? Ах Ладно Отлично, Чарли Спасибо Так, ну что ж, вот мы с вами с ним познакомились Этот товарищ будет нам помогать все модифицировать Все, что касается нашего снаряжения Что очень даже здорово, поскольку снаряжение нам с вами здесь Снаряжение это все Без снаряжения мы мало что сможем сделать Так, там у нас с вами изолятор А теперь, собственно, давайте прогуляемся До Анны И побеседуем Слушай, Сэм, у нас впереди много работы Может нам все же объяснится? Что было, то прошло Так, да? Сама говоришь, работы полно Давайте посмотрим Она нам с вами может предложить улучшение нашего самолета И стоит туда заглянуть прямо сейчас Поехали Наш с вами самолет, Паладин Может обладать до 20 До... так Не могу просто предложение Может обладать от 0 до 20 Разными улучшениями Которые, соответственно, повышают Наш с вами множитель получаемых денег За каждое задание И в том числе дают кучу полезных всяких фиговин У нас с вами на старте 70 тысяч баксов Неплохо бы иметь такие деньги на старте, правда, ребят? Единственное, что у нас с вами доступно Это разблокировка за 1000 долларов Отслеживание противника и объектов в радарной экране Вот это стоит сделать с первым же делом Для того, чтобы... Это обязательно должно быть На самом деле второе Которое будет показывать, куда смотрит враг Это тоже очень полезная штуковина Но ее мы с вами сможем купить еще не скоро Так что проведем модернизацию И посмотрим после этого уже на наше с вами снаряжение Может быть и там что-нибудь можно будет улучшить На самом деле здесь 69 тысяч баксов Это совершенно не деньги То есть учитывая снаряжение, в котором мы с вами С которым нам предстоит работать Все стоит очень дорого Так С этого телефона мы с вами можем позвонить Саре, нашей дочери Давайте звякнем, что ли Думаю, они не часто видятся Привет, это я Пап, привет В новостях показали видео черного списка Все хорошо Не могу сказать, где я и чем занят, но... Ну да, как всегда Но ты хоть цел? А дядя Вик? Вик... Из-за него я и звоню Ранен наглами Тяжело Ну он же поправится Скажи мне, что он поправится Ты же знаешь, он боец И в надежных руках Пап, это не ответ Где он? В центре Рида? Я там буду через час Не нужно никуда ехать Его перевозят в ланд, что ли, самолетом За ним присмотрят Чарли Как только хоть что-нибудь узнаешь Сразу звони, ладно? Пап, слышишь меня? Ладно Но сейчас мне уже пора Как всегда, да Просто давай знать, что ты жив, здоров, ладно? Хорошо Люблю тебя, пап И я тебя, малыш Ну вот После каждого задания Мы с вами сможем звонить Саре еще раз Для того, чтобы узнавать, как дела у нее Ну и просто как бы общаться Потому что действительно я не думал, что они так уж часто видятся Учитывая род занятий Сэма Так, ну что ж У нас тут с вами Офигенская по размерам панелька Электронно следующий теракт Через 4 дня Нам с вами предстоит остановить группировку Которая производит теракты Ну что ж Да, Сэм Чуть не забыл Твой апсад Новейшая модель Во время операции он заменит тебе СМА Доступ в сеть Управление дронами Сканер Понял Осталось подключить его к СМА И потом малость поднастроить И можно в пекло Спасибо Так, давайте немножко Наверное, повысим яркость Потому что Ютуб будет сейчас слегка подзатемнять Вот так вот, наверное, до четверочки Так, ну что ж Первое наше с вами единственное доступное задание Это либо сетевое, либо мы То есть вернуться назад Либо, соответственно, начать нашу первую миссию Это Бенгази Под названием убежище В Бенгази в Ливии Да Ну что ж, поехали Утром один из протестующих Что у нас там в Бенгази? Отчет из убежища под охраной Цейру Они взяли парня с данными по Гуаму Но никого не пускают к нему, пока не закончат Как его нашли? Никак Он сам взял и пришел к ним А если это просто псих С извращенным чувством юмора Ты что-то не договариваешь? Чувака зовут Андрей Кобин Это о чем-то говорит? Опять же из прошлых серий Ребят Андрей Кобин Тот, кто похищал дочь Точнее, инсценировал ее смерть Надо знать Это почему торговец оружием сдался ЦРУ Сразу после Гуама При всем уважении Этим допросом должно заниматься ЦРУ Забудь свои старые привычки, Брикс Ты теперь с нами Так точно Я что-то пропустил? Он наш единственный выход на инженеров Я никому это не доверю Кто такой Андрей Кобин? Андрей Кобин Инсценировал смерть моей дочери Чтобы надавить на меня Ого И он еще до сих пор жив? Загадка Что делать, Сэм? Так вот Несколько серий подряд Сэм был уверен, что его дочь погибла И только, по-моему, в Conviction серии, что ли Если я правильно все помню Он смог ее найти И убедиться, что с ней все хорошо Ну что ж, приступаем Где это убежище? Ого Паршивый райончик Ага, странно, да? Обычно ты как глянешь, так сразу и ясно Тут попахивает сыру А ну тихо Лучше зайти через базар вот здесь Ты подашь сигнал, мой агент покинет убежище Доступ к Кобину будет открыт На экране всегда все гладко, Гримм И учти, Сэм, нам нужно захватить его живым, а не мертвым Брикс, откуда лучше вести наблюдение? Лучше засесть тут и тут Пойдет Бери снайперку с глушителем Я прикрываю и работаю по цели, сэр Чарли, подгони нам какой-нибудь транспорт Понеприметней, фургон Все будет Ты мне так и не ответил, Сэм Лучше позаботься, чтобы нам было куда отступать Скажем сюда Всем все ясно Нужно сделать все чисто Ну, пробуем Экипаж, вылетаем в Бенгазе Гримм говорит, Кобин нужен живым, так что не расходись Используй светошумовые гранаты На самом деле прислушиваться к советам далеко не всегда нужно Потому что они советуют очень не то, что требуется В частности, допустим, светошумовые гранаты Это вы точно раскроете свое местоположение, естественно Ну, еще потом, шарахнет так, что все сбегутся Поэтому желательно бы пользоваться чем-то другим Вот только чем Электрошокер хорошая вещь Так, а вообще у нас на стоим с вами деньги-то есть или нет? Дробовики О, сколько всего черного рынка прикольного можно насобирать Да, ребят, не сказал Версия игры 1.03 Так, емкость магазина Дальность, точность, мощность и эксплуатация Можно купить, в принципе Так, ладно Ну, очки это чистая эстетика Очки, точнее, я имею в виду чистая эстетика По цвету этих самых очков А вот по назначению, соответственно, эхо-локатор Он, конечно, денег стоит Так, ладно Мелипучка, светошумовые Вот светошумовые нам с вами рекомендуют купить На самом деле нет, не будем брать Сыпляющий газ Ну, это гранаты Гранаты я не больно люблю ими пользоваться Так, ладно Спецкостюм мы с вами можем усилить Для того, чтобы он был Либо лучше маскировал нас, соответственно Либо лучше защищал Ну, учитывая, что на этом уровне сложности Получив пару пуль, мы с вами уже скопытимся Поэтому Стоит, конечно, повышать именно маскировочку Вот этот, допустим, повышает скрытность Ботиночки повышают скрытность Очень хорошо Давайте купим ботинки И у нас с вами еще останутся деньги На штаны Улучшенные, опять же Из маскировочной серии Все, хорошо Денег, соответственно, не осталось Зато мы с вами получили то, что нужно И вот, кстати, индикатор, ребят Можете поменять Для, ну, чистой эстетики Да, там Какой кому больше нравится Бледно-синий Самый дорогой считается Ну, мне вот темно-синий, например, нравится Но ни суть денег не хватает Так, все Пока достаточно Можем, я думаю Приступать Грин, как обстановка? У нас проблема Я пытаюсь связаться с агентом С тех пор, как вы сели Тишина Брикс, ты видишь, что вокруг убежища? Я только пришел Плохо дело На площади множество боевиков Опять же, ребят Частота кадров от 44 до 60 Так что все в порядке Это со включенной вертикальной синхронизацией Так что вообще замечательно Сэм, я занять другую позицию Встретить вас внизу Наблюдай с юго-западного угла Понял Выдвигаюсь Грин, продолжай пытаться Дай знать, если агент отзовется Ладно Туалет есть у вас? Сзади Шукран, Хабиби Ну да Если вышло чисто Мы бы с вами, собственно, здесь не играли Ну что ж В обновленных штанишках Дрикс Статус Все то же, Сэм Вижу внизу прорву боевиков Будет жарко Надо не привлекать внимание Иду к боковому входу Лопал бы и дальше чизбокеры Но нет Принесло же Если встанешь на пути у босса Сдохнешь раньше времени Защищать этого труса Кобина Ему вряд ли хотелось Был бы он жив, могли бы спросить Так, неприятно стоят товарищи На самом деле Вдвоем нам сейчас с вами их не уложить Так Ой, ты это сделал Я, честно говоря, хотел сменить вид Дополнительного гаджета А вместо этого Выбросил шумовую липучку Ладно Будем знать Ну как хорошо Достаточно было всего лишь Немножко подождать Привет, дорогуша С каким эффектным хрустом Сэм ломает шею Я просто поражаюсь Так, ну хорошо Давайте будем понемножечку Потихонечку пробираться На радаре у нас с вами Один товарищ Давайте глянем Ага Так Ну окей, вроде бы как никого нету Ой, пардон Так, назад Средняя кнопочка мышки Управление я напрочь перезабыл Будем вспоминать по ходу дела Как бы вот мне того выделить Который за ним-то стоит Зараза О, хорошо попался Полный порядок Ну красота Так, отлично Всех поубирали И собственно говоря Давайте отправляемся Дальше Свет Наш худший враг Но не будем Тратить на это патроны Патронов мало Так, тайничок Тайнички, ребят Рекомендую собирать Потому что Стоят они Достаточно дорого Так, в колбокл свет Нет, в колбокл свет Не надо У нас у нас с вами Пара противников Спасибо Так Нормально Пробрались Спокойненько Спокойненько Пробил Так, не высовываемся Тут у нас товарищ Стоит очень неудобно Ну, давай Выметайся отсюда Долго тут Че стоять будешь Пошел, вот Зараза Ты уйдешь сегодня Или нет Конец-то Я уже думал Это никогда не произойдет Так, давай 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 По шустрому Очень хорошо На самом деле, ребят За бесшумные приемы Несмертельные Дают больше очков То есть Если для вас это важно То я не рекомендую Вам пользоваться Смертельными Мне пока больше нравится Смертельные Так что Метки закончились Так, снимаем все метки Так Тихо-тихо-тихо-тихо Что, больше точно Никого нету? Прямо сто пудов А если найду? Так Один ушел Полный порядок Заодно Шкала устранения Заполнилась Так что У нас с вами Здесь Воспользуемся Вот таким Читом И заглянем За кошка Точнее За косячок Пока вроде Все спокойно А нашего агента нет Трудно сказать Принято Выдал что-нибудь из пленника Да Нет, еще никого не было Так, погоди секунду Меня окружают одни идиоты Да, это все, что мы узнали Он молчал Да, обыскивают остальное Без проблем Тихо-тихо-тихо-тихо Тихо, никто никуда не пойдет О, как хорошо Ну, разве не красота, друзья мои Смотрите, как хорошо В тех период Перестреляли Привет, товарищ Мы тебя искали Отлично Посылка у нас Ясно Это не он Брикс, ты же сказал, что Кобин здесь Должен быть, сэр Я предположил Никаких предположений, когда я здесь Ясно? Сэм, отзовись Твой агент нашелся Он мертв За подходе еще боевики Уходите, сэр Ладно, нужны варианты И поживей Минуту О, да Это я, детка Подключи телефон к обсад Я хакну это левое дерьмо Наран Окей, Чарли, готово Окей Так, так Так Чарли, живей Есть Ого, да тут жесткая порнушка Засеки место звонка Есть Отследил Перебрасываю на твой обсад Эй, твою ж мать Там полицейский участок Брикс Готовься отступать Вас понял Так, я так понимаю У нас компания Иду Я вас прикрою Так, отправляемся, друзья Давайте Побыстрее отсюда Смоемся Я так понимаю Что нам очень даже Может понадобиться Вторая штучка С глушителем Потому что Она более дальнобойная Так Нормально Уматываем Отвернешься Или как Мужик Ладно Золотая рыбка Да сдохни ты уже Я мазила Конечно Еще тот А почему это меня Кстати Брикс Не прикрывает Вообще Тут должен Мог бы вообще-то И прикрыть Так Ладно Как бы мне его отсюда Снять Чтобы Не промахнуться Только А, нормально Ладно Пока тот смылся По-быстрому пока Переместимся Так Быприпасы Пополняшка Принято Противник Ага Нормально Давай быстрей за ним Быстрей 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 Обалдеть Обалдеть Можно Ну вот Теперь придется Отстреливаться Это ж надо так А У него кажется Надо спрыгнуть Было Ладно Будем знать Да ладно тебе Отстреливаться Тут еще Всех делов Ладно Побою Немножко Что ж Теперь делать Так Еще один Где-то Здесь Уи Уи Как вас тут Много-то Ребят Да Ё-моё Не Воевать Плохая Идея Так Как же С тобой Надо было Поступить Да Слышь Чудик Ничего Не помню Ладно Все равно Успел По крайней мере Его уложить И на том Спасибо Но все равно Я понял Как надо было Сделать Я на самом деле Не успевал Просто прочесть Надпись Которая там Внизу нарисована Эх Ладно Уложили Хорошо Без компании Будет гораздо Проще Так Он там Где-то Второй Шевелится Ага Тихо 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 Я в тени Сижу Да Иди-ка ты Я ж в тени Как ты меня заметил Да Шо ж Из меня Снайпер Такой фиговый Да Сдохни ты уже Так Ладно Приноровимся Еще Патронов Правда Не ахти Но Приноровимся Так 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 там Еще Один По-моему Да 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 Вон Ходит Так ладно Нормально Ой Еще Один Так Еще Один Так Лучше Столько Берется То Здесь Чисто Она Она Ведь Не Просто Так Пасшнево Банам Стреляют Оттуда ну вот и порядок а так бы сразу правда так все хорошо поползли самом деле патрончиков то маловато так но пока на радаре никого можно попробовать проскочить если никто и не появится на вроде как нет порядок за такой легкостью перебирается по карнизам я даже завидую так это нам с вами нужно захватить при этом не запалившись я правильно все понимаю да для этого нужно чтобы он отвернулся спокойно похоже на тебе нет цель захвачена для разнообразия ребят выберем не смертельные приемы и посмотрим как они выглядят тем временем поползли дальше патрончики патрончики как их не хватает иди вниз по улице понял так если честно пока не хочу никого привлекать тем более я вижу здесь вот такое вот замечательное не то чтобы прямо замечательно потому что он внизу еще противника смотрю да но тем не менее это вариант обхода так дать ка попробуем проползти здесь аккуратненько авось никто не заметит тем более мы с вами ну нифига себе тем более мы с вами в тени да далеко слабак слабак дверь не можешь выбить так ладно вот этот меня интересует пока что ползем 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 так ладно он пока вроде не мешается все равно судя по всему по любому придется пролезть надоел вот тут товарищ занят дверью поэтому я не думаю что сюда пойдет так что наплевать на него Что у нас тут? Ух ты! Интересно, сверху его можно как-нибудь... Ой-ой-ой. Спокойненько. Отлично. Так, ладненько. На Сём с этими закончили. Поползли дальше. На самом деле, ребят, не знаю, проходили ли вы предыдущие части, но допустим в предыдущих частях, во всех, по-моему, с первой до третьей, кроме Conviction, можно... В Conviction не помню точно, можно было регулировать скорость передвижения Сэма просто колёсиком мышки. А здесь сделали просто... Причём в достаточно таком широком диапазоне. А здесь сделали просто... Ну, вот такой вот вариант. Или медленно, или быстро. Ну, наверное, в сторону упрощения, конечно, пошли с одной стороны. С другой стороны это немного неудобно. Так, где там эта зараза, которая здесь хотела... Ага, всё, вижу. У-у-у-у, и там ещё один! Успел. Опа! Как это я так случайно с испугу, наверное, успел его заметить? Эх ты! Так, всё, хорошо, с этими закончили тоже. Так. Этот вроде свой, если я правильно всё помню. Да. Так, а здесь у нас с вами пёсик. Пёсик. Подсюду. Я бы тебя усыпил, дружище, но нечем. Честное слово. Ну, не кричи, давай сюда ко мне. Так, всё нормально. За несмертельные приёмы дают на 25 очков больше. За смертельные, соответственно, на 25 очков меньше. Капитан Очевидность. Ползём, ползём. Ну, вроде всё хорошо. Внимание, Сэм, полицейский участок прямо за углом. Пока что. Принято. Брикс, докладывай. Я почти на месте. Засел на крыше в 200 метрах от полицейского участка. Наблюдаю за объектом и улицей. Так, здесь что-то народу больно много. Я даже сказал, слишком много. Нельзя никак их обойти. Нет, тут, конечно, можно наверх залезть, но это, что-то, мне кажется, не лучшая идея. Так, раз, два. Там что, ещё собака, что ли, где-то лает? Это вообще фигово. Так, раз, два. Собаки очень далеко чуют, поэтому просто так проползти не получится. Хотя он мне туда, уночь, хочется в ту дыру пролезть. Ну, посмотрим. Так, давайте пока посидим здесь, подождём этого товарища и снимем его аккуратненько. Я тут, понимаю, тут больше других людей-то нету. Чтобы нам внезапно ни на кого не напороться. Так. Пух. Отлично. Да откуда ж вы все берётесь-то? Хотя нет, нормально, прошёл. Так, ползём. Сейчас меня гораздо больше, конечно, волнует собака. Которая там, по-моему, есть. А что-то, кстати, можно пройти? Нет. Невидимые стены возвращают нас обратно. Хоть бы ворота закрыли, что ли, тогда. Так, вон там этот товарищ. Мне нравится, что он сюда смотрит, если честно. Ага, пошёл. Так, вон собака. Блин, как бы её быстро пробежать. Да что уж с вами со всеми происходит-то? Вы прямо как мне надоели. Нормально. Собаку надо снять. Она нам сейчас с вами все планы перерушит. Только как вот это сделать? Чтобы она нас с вами не заметила. Так, ладно, она пока вроде бы далеко. Она нас с такого расстояния не чует. Это хорошо. Хорошо. Надо будет подождать, пока она уйдёт в ту сторону, и потом, соответственно, перебегать. Здесь не стоит начинать перестрелку, потому что, смотри, очень много народу на самом деле. Просто так экспериментировать не хотелось бы. Так, пёсик ушёл. И мы пойдём. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Хорошо. Хорошо. Супер, друзья. Ну, я считаю, что хорошо получилось. Так, ещё, конечно, очень жалко, что неудобно здесь в интерфейсе. Непонятно, как сейчас бегает Сэм. Быстро или медленно? Ну, ладно, будем считать, что это просчёт дизайнеров интерфейса. Так, нормально. И, собственно, проползаем. Порядок. Так, ну что ж, господа, серия у нас с вами слегка подзатягивается. Тем не менее, давайте эту серию мы с вами закончим на завершение этой миссии. А дальше уже будем в серии резать аккуратненько, так, по, там, 40 примерно минут, как будет получаться. Так, 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 так. Что у нас с вами здесь? Давайте смотреть. Пока что ничего совершенно интересного нет. Тихо, не шуми. Ты куда это? Эй, ты чё? Так, чё-то сейчас был какой-то глюк. У меня Сэм отправился не туда, куда я его посылал. Так, давайте посмотрим. Значит, у нас с вами... Так, раз, вижу. Ещё есть кто-нибудь? Только один? Не, ну один это хорошо. Мне кажется, он там кто-то ещё стоит, нет? Он что-то не отмечается, значит, никого там нет. Или у меня глюки. Ну ладно, один, значит, один. Так, давайте тогда сейчас вернёмся. И дверку так аккуратненько так откроем. Опа, нифига себе, один. Два. Три. Так, возьми-ка дальнобойную вещь. Так, мне бы надо, чтобы все были ребята в зоне поражения. Так, раз, два. Третий. Блин. Да что ж ты будешь делать? Мужик, ты слепой, который за окном. Ты знал об этом? Ой, там ещё один. Али, это вот этот вот бродит. В принципе, можно попробовать его обойти, вот этого товарища, он даже трупы не видит перед собственным носом. Но можно попробовать обойти. Там ещё один входит, я видел. Я всё видел. Так, нормально. Нормально. Тут же что ж ты делаешь-то, чудик. Я не это имел в виду. Спокойно. Главное спокойствие. Главное спокойствие. Только спокойствие. Если что, вы у меня на мушке оба. Тихо, тихо, тихо. Это пипец какой-то. Во, блядь, не напоролись ни на кого. Это же обалдеть можно. С ума сойти. Если у них контора в участке, значит там есть компьютеры. Найдите их и подключите обсад, чтобы получить ценную информацию. Ноутбуки террористов. Какие-то нафиг ноутбук террористов такое происходит. Тихо. На радаре вижу, а так нет. А, вот где-то ноутбук. Давай взломок быстрее. Чарли, ноутбук, возможно, с данными. Похоже на бухгалтерию местных боевиков. Класс. Тут по лестнице, что ли, поднимается, или мне кажется? Вроде нет. Так, ну ладно. Я думаю, настала пора вломиться к цели нашего путешествия. Говори же. Там, походу, как раз этого самого Кобина пытают. Ага. Я же сказал, вы тут вообще ни при чем. Слово даю. Значит, ты нас презираешь настолько, что издавать не захотел, так? Нет. Ничего подобного. Нет, нет. Нет, нет, нет. Вера. Ты много болтаешь. Я думал, вы хотели знать. Не думай. Будет только хуже. Нет. Ладно. Ладно. Не надо. Я им все рассказал. Ясно? Я нашел Кобина. А он еще жив? Пока, да. Так, сколько у вас там? А, только двое. Ну, а там все нормально. Я даже, наверное, как щит его брать не буду. Супер. Спасибо. Кто вас послал? Сэру? Привет, дружище. Откуда ты, мать свою, взялся? Эй. Если это насчет той истории... Заткнись. Не надо, нет, нет. Ты пришел за мной? Я пришел за тем, что ты знаешь. Сядь. Сэм, сейчас начнется пекло. Местные таланты двигаются к тебе. Посылка у меня. Брикс, ты где? Близко, в фургоне. Твою мать, он пришел за мной. Двигай. Живо. Так. Сейчас нам с вами нужно будет здесь пробраться. Ты спасешь меня, да? Его можно перекинуть на разные плечи. На разные плечи. Так. Раз. Два. Сколько у вас тут? Ой, как с ним неудобно. Он жирный, как... Тихо. Так. Так, там еще один. Я видел. Ага. Ну, отлично. О, хорошо пробрались. Так, все, валим. Шутишь? У меня даже ботинок нет. Вали давай. Какого хрена? Хватай. Зачем? Давай. О, твою мать! Дрик, мы близко. Красота. Ну что ж, давайте, ребят, посмотрим статистику. Я думаю, что больше всего у нас с вами будет очков за призрака. Ну, посмотрим. Все-таки мы с вами один раз попались, да? Даже парочку раз, пожалуй. Так, хорошо. 13 человек обошли. Бесшумно оглушили. 5. А, нет, мы с вами много убивали, так что, наверное, будет пантера, да. Ну, окей, неважно. В следующий раз постараемся поменьше стрелять. И будем пользоваться бесшумными оглушениями. Один раз уклонились. Что-то такое не очень понятно, что значит уклонение от врагов. Ну, да ладно. Ух ты, 32 человека вынесли. Нормально так. Угу. Почти максимум. Ну и штурм. Понятное дело, что... По нулям. Слава богу, никого мы с вами в бою не убивали. Так, завершили мы все за 36 минут. Спрятано тело одно, я помню. Ага. Скрытых путей сколько? Два скрытых путей. Хорошо. Так, ну что ж, замечательно. Общий счет 6044. И результат. Больше всего за пантеру. Общий счет... Аж 165,5 тысяч баксов. Вот прям как полагается. Без этого никак не обойтись! Ну? Ладно. Шесть недель назад на меня вышел клиент. Он хотел калаши, грады, ракеты, все подряд, в общем. Предлагал много зелени. Да, выгодное дело. Даже слишком. С твоим оружием напали на Гуам? Эй, я же не знал, с кем торгую. Обычно мои клиенты не громят ваши базы. Кто? Знаю только, что они обсуждали нападение на посольство в Вене. Охренеть, как гордились. Тогда погибли сотни невинных людей. Да ты что? А я о чем говорю? Он та еще, сука, просто людоед. И он не оставляет следов. Да. Херово. Правда? Чуть не... Что? А это что за урод? То есть ты сдался ради защиты? Чудик. И чтоб вы, дебилы, не прибили меня за Гуам? Брикс, не хочешь отправить груз на хранение? С радостью. Чего ты сказал? Гримм, вы с Чарли нароете мне все, что сможете об этом загадочном клиенте Кобина. Пора начать охоту. Ну что ж, друзья, супер. Я думаю, что на этом мы с вами нашу первую серию будем заканчивать. Она и так немножечко подзатянулась. Надеюсь, что вам нравится наш летсплей, друзья мои. Ну, летсплей я по большей части назову его летсплеем, поскольку все-таки игру я уже напрочь забыл. И кроме тут первой миссии я практически ничего не помню. Поэтому будем именно летсплеить, смотреть, ну и наслаждаться, я надеюсь, максимальной графикой. Так, друзья, благодарю вас всех за просмотр. Обязательно не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые серии. Обязательно ставьте лайк данному видео. Обязательно пишите ваши вопросы и комментарии. Подписывайтесь на паблик, на твиттер. И до новых встреч, друзья, на канале Deadline.ru.